Девушки отдыхают 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 Это обостряет абсурдность Ситуации Потом один из защитников Просит прощения Берет сотовый телефон И уходит из зала Все это происходит Под монотонное Зачитывание и обвинение В эти минуты Начинают ценить Занятия по актерскому мастерству До того сбивчиво И нечленораздельно Читается обвинение Мужа я не вижу Но подозреваю Что он что-то читает В это время Минут двадцать назад в зал вошла обвиняемая, находящаяся под подпиской о невыезде. Нужно сказать, что из-за нее заседание задержали на семнадцать минут. Она буквально ворвалась в зал, где Элайм встретил местный Ротфеллер и весело завилял хвостом, типа «Ты где была, я соскучился». Но обвиняемая прошла мимо и не заметила собачьего рвения. Псина легла себе тихонечко и заснула. Обвиняемая обратилась к суду со словами «Простите, раньше двенадцати все равно никогда не начинается». Потом матом покрыла полица и зачем-то предложила себя изнасиловать. Тот от испуга напал на другого обвиняемого в аквариуме и с дуру перепутал все фамилии. Но чувак в аквариуме это просто проигнорил. А обвинение? В это время обвинение все время повторяет фамилию обвиняемой под домашним арестом. В черных ботинках, в черных очках она в левой руке держит кусок асфальта и какой-то предмет серого цвета и машет им в сторону полиции. Затем бросает бутылку в сотрудников, выпадает из кадра. Обвиняемая под домашним арестом это девочка лет девятнадцати, не больше. Сегодня она в клетчатой кофте. Все время смотрит в сторону парня, который сидит рядом со мной. Он такой рожеватый и часто смеется. Когда ее привели в зал, они быстро поцеловались. Взрослые дядьки адвокаты хихикают и шутят с ней. А известному политику сегодня вынесли приговор пять лет. И обвиняемая под домашним арестом машет рыжему парню всей пятерней. В ее глазах виден испуг. В эту секунду все обвиняемые зашевелились. На что судья со свойственным ей сарказмом обратилась к ним. Вы все хорошо знаете свое дело, тишина. И в зале действительно стало тихо. Но думаю, на это повлияли не слова судьи, а известия сроки известного политика, которым сообщила обвиняемая. Откуда она узнала? Ну ей-то можно выходить в интернет. Поэтому она знает и о приговоре. По залу стало разноситься пять лет это все. Вскоре его совсем отпустят почему-то. Его, но не наших ребят. Примерно через час все стали забывать об известном политике. Тембр речи обвинения, по-моему, безумно тихий. Девушки примерно моего возраста читают уже полчаса. И еще, наверное, собираются читать часа четыре. Охранники меняют друг друга в течение получаса. Интересная у них работа, шкаф. Часто задумываюсь, вот если бы в театре мне нужно было сыграть мебель, как бы я это сделала? Теперь знаю как. Обвинение старается, сбивается, но читает. Читает в микрофон. Но нам здесь все равно ничего не слышно. Как же тогда не слышно ребятам в аквариуме? Обвинение перепутало фамилию одного из обвиняемых. Тут же встрял адвокат. Судья только улыбнулась и попросила занести возражение в протокол. А дальше? Все это мой первый день. А дальше все будет повторяться снова и снова. На допросах будут мелькать разные лица. Повторятся заученные показания. А по пятницам нас с мужем счастливых и несмотря ни на что ждут встречи в тюрьме. За это нам, конечно, попадать от охраны, но мы вместе, а значит все остальное по боку. А как же судья? А я и сейчас слышу ее мысли. Я помню ее голос, ее осанку, рост, взгляд. В первый раз в жизни я видела столь влиятельного человека. Человека, от которого буквально зависит судьба других людей так близко. А какие у нее мысли? Я думаю так. Спросите меня. Опишите ваши дни в процессе. Только как будто мы идем за вами здесь и сейчас. Моя бабушка очень любила соль. Каждый раз, провожая меня на работу, кидала мне эту соль за плечо от сглаза, говорила она. Ей было тогда почти сто, она была в маразме, но все еще на своих ногах. Выход на работу, лифт, первый этаж, кнопка домофон. Это целый ритуал. Надо пройти незамеченный. Эти придурочные с плакатами судья-крыса, судья-нам-мыла, ука-заок и прочей чушью поджидают везде. Хорошо, что стали давать служебную машину и идти до метро. Было уже невыносимо. Я просила, чтобы приставили охрану, но не дали. Выхожу почти в шесть. За два часа до нужного времени, но они не ленятся. Эти идиоты не понимают, что так я вынуждена буду сделать еще хуже. Когда это началось? Все это началось еще в феврале. Я искренне написала отказ. Но мне был поставлен ультиматум. Аня в Париже с Пашей мы только по долгу службы на то и давили. Все было ясно. Судила одного наркоцарька, вынесла не тот приговор. Теперь ищут повод красиво убрать. Но, блин, крыши у меня нет никакой. Разве что бабушкина соль. Дней в этом процессе окажется очень много. Кто мог ожидать, что суд будет идти почти год? Один год. И тринадцать сопляков, которых я должна осудить. И вот этот самый первый день. Я захожу в пригородный суд, куда нас перевели подальше от шумихи. Но народ у нас стойкий, прорывается и сюда. Ноги мне. Раздается свист. Хоть здесь общий, подобных резонансных дел никогда не было. Я хочу кофе. Кофе и больше ничего. Секретарь записывает ход процесса вручную. На расшифровку уходят дни. Приговор давно готов. Мне осталось только расставить сроки. Девочка в белом платье. Целует стекло аквариума. С другой стороны стоит ее муж. Тихий парень, который всегда спит во время заседания и просыпается только в перерывах, чтобы пообщаться с ней. Вы и вправду целовали аквариум? Нет, давайте слушать суд. Им повезло, ее тогда с ним не было. Я смогла провести ее защитником в процесс. И теперь она всегда на судах. Остальные от своих оторваны. Есть девочка совсем одна. Ее подобрал один парень. Она на домашнем просится к нему. Но пока не было всех документов, я не могла дать разрешение. Я не имею права ошибаться. Тихий парень, муж, поднимается и выдает речь про любящие сердца, которые должны быть вместе. И тут же подает ходатайство с просьбой об отстранении прокурора. Господи, какие же все они ищут дети? Конечно, я отклонила это смешное ходатайство. И, конечно, зал злится. Среди маленьких есть один дядька. Серьезный такой. С диссертацией и собственным бизнесом. И особенно прет от собственной принципиальности. Чем он разжигает публику и удлиняет и без того пустые допросы. Рейтинг его популярности зашкаливает. Видимо, надеется, что так дадут меньший срок. Но это, напротив, все только усугубляет. Устраивает голодовку. Это такое ток-шоу онлайн. Народ делает ставки. Кто кого. Я его или он меня. Ну и кто же? Все равно я его. Если дать спуск, начнется реальная война. Самое смешное, что я ложись спать и вижу процесс. Вижу, как они сквозь решетку кидают у меня камни. А народ прорывается к трибуналу. Диссидент в очках помирает с голоду. Они скандируют, глядя на меня, убийца. Я одна не сплю на этих многочасовых заседаниях. Я и девочка в льняном платье. Даже прокуроры спят. Они вообще из цирка, шпито. Почему? Как можно. В сфабрикованном деле не суметь сформулировать толковых допросов. А когда придет время, не предъявить доказательства ввинения. У них просто нет доказательств. Тут даже я сорвалась. Сидеть в телефоне во время процесса и заигрывать друг с другом, это все еще можно терпеть. Но чтоб до такой степени тупить. Они же просто подставляют меня. А еще козыряют своими звездочками на погонах. Голову бы им промыть. А как же допросы? Допрос главного свидетеля, первого осужденного по делу, ее не могла им оставить. Его этапировали с колонии, везли, говорят, две недели. Бывший качок. Теперь он представляет из себя страшное зрелище. С воспалением легких, зашкаливающей температурой. Пошел на сделку со следствием, оно и понятно. По малолетке была бы условка, надеялся на меньший срок. Но это обычный развод слитаков, на который он и попался. А как его восприняли окружающие? Народ его после этого сговора ненавидит, что процессу признаться только на руку. Ущерба ему приписанного полу Москвы, конечно, благодаря его признанию, ущерб можно расписать на всех. Дело ж по шаблону шито. Но мои хорошие девочки опять задают вопросы мимо кассы. А он молодец. Держится за 51-ю до последнего. Тут я не выдерживаю. Все ж просто. Предложить воды, дать время на так называемый обед, говорить чуть тише обычного, спросить о самочувствии. И он твой, и он мой. По типу плохой хороший полицейский. И граф хорошего полицейского внезапно меня же истопорит. Даже для протокола я не могу его добить. Его увозят. Мои маленькие жмут ему руки. Доседание было долгим. Очередной мент не смог опоздать парня, на который давал показания. Уже осень. Выйдя из зала суда, я хочу только домой и дышать. В зале очень душно. Что-то все время записывает эта девочка в льняном платье. В ухо шепчет. Странноватому на вид адвокату составленные дома. По школьному вопросы. Смешная она. Верит, что это поможет. Хотя у нее и вправду все будет. Там все попроще со статьей. Их можно двинуть под амнистию. Сегодня я слушаю последнюю речь математика в очках. Того с диссертацией и бизнесом. Он, наверное, мой провесник. Говорит, два дня. Но из всех его поклонников его слушают только я. Понимаю. Это последний раз. Он кому-то нужен. А как же его поклонники? Через год его уже все забудут. А в тюрьме после голодовки здоровья не станет вовсе. Я слышу его голос до сих пор. Я сама не знаю, как вырвалось у меня на заседании в сторону адвокатов. Замолчите. Дайте ему сказать. Мой бой проигран. Вместе с ним я понимаю, что должна вытащить ту девчонку под домашним. Дайте ей по минимуму. Это почти невозможно. Меня уволят. Но ей в тюрьму нельзя. Она просто погибнет. Совсем мала. Зверюшек любят. Глаза большие. Че там про Джани Радари в последнем слое? В сказке вот все читает. А для парней тюрьма, как и армия, посидят. Год-другой умнее будут. Многие, правда, драться лезли. Может, работать начнут. Нечего было на рожон лезть. Самых опасных к концу отпустили. Остались те, кого не жалко. Слишком заметные. Где же эта дурацкая соль? Я не иду к трибуне. Я лечу. Стук моих каблуков отдается у меня в башке. Сроки я составила. Все оговорено. Осталось торговать девчонку. Читать придется дня два. Но где же эта соль или охрана? Я боюсь. Все все забудут через четыре года. Только кучка околопроцессных людей. А все участники исчезнут. Так должно было быть. Реалити отснято. Этих людей больше нет. Да, вот сейчас можно включить ролик. Денис, пожалуйста, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. С 29 по 3 декабря в Кирове проходит благотворительный фестиваль современной драматургии «Вымыслы». Все собранные средства будут направлены на новогодние подарки слабоведящим детям. Давайте поможем их купить. С 29 ноября по 3 декабря отправьте СМС со словом «Ребята. Пробел. Сумма пожертвования на номер 3443». И обязательно подтвердите платеж в ответном СМС. 3443. Ребята. Пробел и сумма пожертвования. Ну, такая история у нас получилась сейчас в прямом эфире. 211-101. 211-101. Звоните, пожалуйста, высказывайте, что вы по этому поводу думаете, какие у вас возникли ощущения, мысли. И можете задавать свои вопросы нашим гостям и нам. Гостей, напоминаю, нужно еще раз, наверное, представить. Это Гульнара Гарипова, драматург. Вчера в Тюзи прошла читка Гулиной пьесы. И она прошла успешно. Там было огромное количество людей. Я вот в первом части уже говорила, что не ожидала, что будет столько. И даже собиралась испугаться буквально на пороге перед выходом на сцену. Было обсуждение совершенно замечательно. Об этом тоже сегодня можно поговорить. А сейчас мне придется задать вопрос от нашего новостного отдела. Они меня все время спрашивают, почему мне дали роль судьи. Я не смогла объяснить. Гуль, давай ты объяснишь. Дело в том, что мне сразу хотелось прояснить ситуацию по поводу моего режиссерства. Я не считаю себя режиссером данной читки. Мне кажется, что наш фестиваль, наш весь этот проект – это совершенно такая горизонтальная модель взаимодействия, которая не предполагает какую-то иерархию актеров, режиссеры. Я не знаю, кто там еще организаторы. И данная читка пьесы Жени Тарасовой, она тоже выстроена по той же модели, где каждый вкладывает себя ровно настолько, насколько может. И почему Света Занько стала судьей? Мне кажется, Светина личность, Светина органика, она как нельзя более кстати соответствует тому образу, который создавала Женя в данном тексте. Потому что, зная Светлану Занько, вот эти сочетания качества, властности, умения принимать решения в нужный момент, уравновешенности и в то же время умения быть человеком, для меня просто не было каких-то сомнений, что только Светлана сможет так хорошо. Как-то моя профессиональная деятельность на это повлияла. То, что я работаю в СМИ, это как-то связано с пьесой все равно, правда? Безусловно, потому что в пьесе так или иначе заложен элемент информационного поля. То есть Женя говорила нам, что некий персонаж, который обозначен как некто кто-то, это тот информационный шум, который был вокруг полотного дела и который спал и люди в данной ситуации, которые участвовали в полотном процессе с той либо с другой стороны, либо со стороны власти, либо со стороны жертвы. Они не то чтобы стали жертвами СМИ, но они были как винтики в этой игре. Поэтому в свете как никому другому понятна как раз та ситуация в СМИ, которая возникает в связи с каким-то резонансным делом, пропадает. И что в итоге важно оставить, мне кажется, да, это тоже не случайно. Ну хорошо, что сейчас прозвучало. У меня как раз был вопрос, точнее даже просьба к нашим гостям, все-таки пояснить слушателям, о чем идет речь, потому что, наверное, и не все поняли. Речь идет о болотном деле. И для автора пьесы Жени Тарасовой все происходящее, что она описывала, это в некотором смысле частью жизни. Потому что Женя и Леонид Ковязин, они семья, и Женя переживала это все. Женя не просто переживала, Женя была защитником. Общественным, она говорит об этом, да. Да, 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 на этом процессе. И это не документальная история здесь, не док-театр. Это Женины, абсолютно какие-то собственные личные переживания, ассоциации по этому делу. Они могут не совпадать с позицией других участников, но Женя во время всего судебного заседания, во время всего этого долгого процесса фиксировала для себя, записывала что-то в тетрадь, зарисовывала. И вот те заметки, те зарисовки, те ее представления, ощущения об участниках процесса, они вылились в конечном итоге в пьесу и вот таким образом представлены. То есть это восприятие и наблюдение того, что происходило в течение долгого времени болотного процесса. И переживания, и рефлексия, и анализы, да. Юля. Ну, мне кажется, что в какой-то степени мы можем сказать, что это такой свидетельский театр. Да? Может быть. Все равно этот жанр, он не может быть действительно документальным, хотя любой документальный театр, он тоже подразумевает вот эту субъективность. И, как любой театр, это такое художественное высказывание, да. То есть это не репортаж, это не журналисты работают, это что-то совсем другое. Было очень интересно послушать читку, которую мы сегодня вечером услышим еще раз уже в помещении молодежного центра теоремы вживую. На лепсе 9, в 7 часов вечера. Да, и мне кажется, будет интересно сравнить тем, кто слушал в эфире, с тем, как это будет прочитано вживую, когда мы увидим ваши глаза, услышим ваши голоса, потому что сейчас это отстранение, оно, конечно, потрясающе. Эффект дает мне, на мой взгляд, ну вот какие-то значимые события спустя время, они оцениваются и воспринимаются иначе. И вот эта читка в эфире радиостанции дает как раз эту дистанцию. А дистанция – это уже как раз время для осмысления для другого, и мне кажется, это здорово. Там интересный еще такой момент был, я думаю, что Женя не против будет, если я это озвучиваю. Вот Леника Авязевна, он ей всегда говорит, она тут рассказывала в нашей студии, как раз, когда мы здесь читали и обсуждали, как это все подать слушателю. Он ей говорит, перестань, перестань рефлексировать, перестань думать об этом. «Живи сейчас здесь вот этой жизнью, которая сейчас идет». Это говорит Леник Авязевна, который провел там полтора года в тюрьме практически. А Женя, которая его защищала, которая была с ним по другую сторону вот этого аквариума, вот в этой толпе, в этой массе, она не может. Ее эти мысли все время не оставляют. Я думаю, что вот когда судья говорит, мне снится этот процесс, Жене снится этот процесс, она слышит голос судьи или мысли судьи, она говорит мне голоса мысли. Она представляет, она, вот в ней это все еще происходит. И почему это важно было нам показать сейчас, не минус полтора года из жизни там человека, а это вся жизнь меняется, когда происходят подобные события у людей. Вот такое у меня осталось ощущение после этого. Я тоже сейчас внимательно. Я боялась вчера эту читку слушать. Я так ее не послушала. Спасибо большое Денису Гнязеву, нашему звукорежиссеру, который сделал подложку, который озвучил сейчас эту читку. Мы тоже обсуждали, как это сделать, что это сделать. Поэтому нам важно узнать ваши слушатели ощущения 211-101. Впервые мы такое делаем. Это прямой эфир. Поэтому после короткого перерыва, буквально через две минуты, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Что вы по этому поводу думаете? Считаете ли это важным вообще делать такие вещи? Понравился ли этот формат у нас на радио? И спрашивайте, куда еще прийти? Потому что кроме сегодняшней вечерней читки, у нас еще последует три. Еще последует три в разных точках этого года. Первого, второго и третьего декабря. На которых мы расскажем. Фестиваль современной драматургии «Вымыслы» прямо сейчас происходит, проходит в городе Кирове. И вот две читки мы уже провели вчера в Театре юного зрителя. Театре на Спасской. Да, прошла читка пьесы Гульнары Гариповой, Элсбет, о которой мы уже тоже тут несколько слов сказали. Прямо сейчас вы прослушали читку пьесы Жени Тарасовой «Минус полтора». Это первый опыт радиостанции нашей. И вот гости наши высказались, и я что-то сказала по этому поводу. Аня, ты в первый раз слушала. Я в первый раз слушала. Ты как опытный радийщик, как человек, который тем умеет. Это звучало хорошо. У меня, конечно, есть вопросы по тексту не как у радийщика, а как у филолога. Но это, скорее всего, такая вкусовщина, я бы сказала. То есть мне там некоторые слова показались чересчур экспрессивными. Ну, например, слово «башка» я бы, наверное, не использовала. Мне кажется, что это немножко снижает уровень текста. Но вот есть авторское восприятие, есть восприятие слушателя. Это исключительно вкусовщина. Ты его испугалась? Нет, я не испугалась. Мне показалось, что слово «голова» в этом случае, оно было бы страшнее и лучше описывало бы ситуацию. Ну, понятно, что болотное дело для многих из нас, даже для людей, чьи близкие не были в числе обвиняемых, это всё равно такой тяжёлый достаточно момент, потому что это показатель того, что человек, журналист, например, как было с Женей Ковязиным, ой, с Леонидом, да, прошу прощения. Ты их совместила, Женя Тарасовна, как было с Леонидом, да. Он пошёл по заданию редакции, и он просто попал под горячую руку, потому что гребли кого попало, и обвинения были совершенно нелепые, вплоть до того, что там кто-то, насколько я помню, бросил в ОМОНовцы Лимон, да, и за это тоже оказался на скамье подсудимых. Но это ужасно. Вот это ужасно. А вторая история — это то, что наши граждане, конечно, не знают, что они могут делать в отношении сотрудников правоохранительных органов, а что нет. То есть, условно говоря, если ты оттолкнул полицейского в тот момент, когда он находится при исполнении, то ты тоже попадаешь под уголовную ответственность. Вот это очень тяжело. Восприятие эмоциональное, конечно. Ну вот здесь очень важно, на самом деле, в Жениной пейсе есть вот эти слова, постоянная отсылка к тому, что этого забудут через год, этого через полтора. Прошло четыре года, всех забыли. Ну так и было. Кто помнит имена сейчас? И когда говорят, зачем мы это делаем, зачем мы это делаем сегодня в театрах, зачем мы это делаем сейчас на радио, потому что очень важно помнить эти вещи, очень важно как раз рефлексировать. И, наверное, важнее даже рефлексировать тем, кто не был в гуще событий, чьи жизни напрямую не затронуты, вот нам с вами, да, для того, чтобы понимать, вот что происходит, а как это может быть, а какие последствия последуют за нашими поступками любыми, да, о чём мы должны думать, к чему мы должны быть готовыми. Вот поэтому мы это здесь делаем. Это тоже вот наша роль как СМИ, и поэтому мы здесь сегодня на нашей радиостанции вот это вот и устраиваем. 211-101, звоните, какие у вас ощущения возникли вот в течение этого времени, пока мы тут слушали и говорили. Или вы сейчас просто думаете, что же это было такое? Что же это было такое? Я вот сейчас подумала, что у нас время убыстряется, и убыстряется прямо вот со страшной силой. Если, например, в этом году очень много театральных проектов в разных городах и театрах были посвящены, например, тем, что театр как институт рефлексировал на тему революции 1917 года, а мы уже рефлексируем о каких-то событиях, по поводу каких-то событий, которые произошли недавно, да, то есть всё сужается. Если раньше театру или литературе, или музыке, любому из вида искусств требовалось достаточно какой-то большой период времени, чтобы подумать о смысле, чтобы задаться вопросом, а что это было и для чего это было, то сегодня проходит гораздо меньше времени, и уже происходят попытки какой-то рефлексии художественной. Ну, потому что жизнь ускорилась очень сильно в последнее время, в последние десятилетия. Да, это не вина СМИ, скажем так, о том, что все забыли, да, мне как раз хотела дополнить реплику света по поводу Леонида, что он пытается всё это забыть, это нормально, это понятно с точки зрения людей, которые всё это проживали, но это не отменяет нашу ответственность всего общества, да, по поводу того, что это происходит, мы забываем о силу новых обстоятельств, новых событий, равно как мы забыли о болотном деле, мы точно так же забыли все театральные процессы судебные, которые происходят сейчас, с Кириллом Серебренниковым совсем. И, ну, на мой взгляд, это ужасно, это, ну, так не должно быть. Не, ну что уж говорить, если, извините меня, пожалуйста, про Беслан не все помнят. Конечно. И как раз вот завтрашняя читка в галерее прогресса, которая начнётся в 7 часов вечера, это история о возвращении памяти. То есть, так как мы подняли эту тему, мы будем завтра читать очень таким разнородным составом, это будут артисты театра «Наспаска», это будут артисты драматического театра, участники драмолаборатории. Мы читаем рассказ Марии Ботевой, драматурга, поэта, журналиста, теперь уже режиссёра документальных фильмов. Из её книги «Фотографирование осени» рассказ называется «Огонь, огонь и нельзя остыть». И это тоже очень личная Машина история, она основана на тех поездках, на поиски останков солдат Великой Отечественной войны. Потрясающий искренности текст, и он тоже недокументальный, как мы говорим, да, то есть это не буквально вот рассказ, он очень пронзительный, очень честный, и с несколькими вставными такими, там есть сказка о Гитлере, есть это. Это такой мощный текст, мне кажется, один из самых лучших текстов у Маши, и мне кажется, вот это важно, да, то есть даже через то, что придут зрители, послушают, и какие-то вещи мы вспомним не на том уровне, на каком привыкли, да, не с невозможно какими-то пафосными словами, не с транспарантами, не с лозунгами, вот так, по-честному, искренне, просто прийти послушать и прочитать, и мне кажется, вот настоящая память, она вот так должна происходить и осуществляться. Завтра во сколько в галерее прогресса будет читка? С 7 вечера. С 7 вечера, сегодня еще раз на лепсе 9, тоже с 7 вечера, и послезавтра, 2 декабря и 3 декабря еще будут читки, да? Да. Тоже в разных местах, на разных площадках. Очень много, да, площадок, театров, все откликнулись, и как раз хочется сказать огромное спасибо руководству всех театров, которые, и галерея прогресса, которые смогли помочь нам в организации этого фестиваля. В субботу, 2 декабря, мой монолог для одной актрисы прочитает заслуженная актриса России Галина Николаевна Мельник в драматическом театре в 6 часов вечера. И в воскресенье, 2 декабря, Ролан Банин, художественный руководитель. 3 декабря. 3 декабря, да. 3 декабря в галерее же прогресса, тоже в 7 вечера, он как режиссер читки выступит, мега крутая идиллия Леник. Это такая подростковая пьеса, но там стоит возрастное ограничение 16+. Как попадают туда люди? Я сейчас подумала, что сегодня на Лепси 9, может быть, люди будут ходить вокруг дома и не поймут, как туда зайти. Давайте сориентируем и скажем условия участия. Ты заходишь, что ты говоришь в этот момент? Нет, нет, нет. Во-первых, давайте разберемся с Лепси 9, куда мы сегодня вечером в 7 часов все отправимся. Там стоит жилой дом. Гуля, как там заходить нужно будет? Со стороны двора, край неправый подъезд, там вывески нет никакой, край неправый подъезд. Там, видимо, будут встречать. Это помещение бывшего клуба молодежного кинотеатра «Сталкер». Там все остались такие обшарпанные киностены, такие все еще пожившие. Лепси 9, со двора, край неправый подъезд, там будут встречать. И вот там будет сегодня в 7 часов вечера читка пьесы минус полтора. Галерею прогресса все прекрасно знают, как туда там проходить, нет никаких проблем. Так же, как и в драмтеатр, это будет на экспериментальной сцене. А что касается благотворительной части, мы же говорим о том, что мы, в принципе, и знакомясь с современной драматургией, участвуя во всем этом, открываем такой все равно новогодний марафон благотворительной помощи разным людям, нуждающимся в нашем внимании. В частности, сейчас речь идет о слабовидящих детях. И это понятно, потому что Женя Тарасова, организатор всего этого дела, уже многие годы собирает подобными фестивалями средства для того, чтобы купить новогодние подарки слабовидящим детям. Уже не своя история. Здесь очень глубоко она в эту проблему погружена, к сожалению. И поэтому, как все происходит, вот люди приходят, это же пожертвования, да? Да, то есть у нас замечательные открытки. Билеты покупать не нужно. Давайте сразу обозначим. Вход свободный. И есть те, кто хочет просто послушать и как бы не участвует вот в этой важной для нас благотворительной составляющей. Но масса людей берет на память читки, открытки, которые посвящены как раз... Они замечательные, они настолько милые. У нас больше всего, вот как вчерашний вечер показал, пользуются интересом, любовью и таким восхищением открытки с ежиком, елочкой. И на открытке написано, как объяснить слепому ребенку, что новогодняя елка, она прекрасна, несмотря на то, что она колючая. То есть у нас таких открыток несколько и стоит коробочка, в которую можно положить любую сумму денег. То есть ты просто берешь открытку и оставляешь какое-то пожертвование? Да, да, совершенно верно. В прошлом году удалось собрать 16 тысяч, насколько я знаю, таким способом. И многие очень ребята получили свои подарки. Сразу после Нового года едут Дед Мороз со Снегурочкой прямо в квартиры, прямо в дома этих семей, где есть дети с нарушением зрения. И несмотря на то, что некоторых сейчас в детских садиках запрещают, ты знаешь, Витяна? Да, конечно, это отдельная история. Мы, я думаю, ее еще обсудим у нас в Лосфеле. Здесь будет добрый Дед Мороз и хорошая Снегурочка, которые придут. И дети ждут очень этого. Да, они уже привыкли, и они привыкли не именно к подарку, а к вниманию. Хотя и подарок для них важен, но вот это внимание, когда из года в год, это стало традицией для этих детей. Их число растет. В этом году Женя сказала, что 19 человек ждут Дедов Морозов. Если мы соберем сумму большую, чем, например, необходимо на 19 человек, они состоят в Кировском отделении Всероссийского общества слепых, то еще часть средств будет передана в Организацию Дорогой Добра, которая нам сейчас помогает собирать средства. И вот мы сейчас снова запустим ролик по завершению этого эфира. Средства, которые вы будете переводить с помощью СМС, не переживайте, они идут в нужные руки. Как раз Дорога и Добра – это их счет. И вот все, что пройдет с 29 по 3 число, пойдет на помощь слабовидящим детям. Давайте это и сделаем сейчас, попрощаемся и запустим наш ролик. Мы благодарим наших гостей Гульнара Гарепова, Юлия Нушайте, благотворительный фестиваль современной драматургии и вымыслов. Пожалуйста, приходите, есть еще время. А мы благодарим их Москве за то, что они пошли на это, авантюры, за то, что впервые в городе Кирове прошла такая радиочитка. И пьеса Жени, которая тоже впервые написана, такая дебютная пьеса, прозвучала на достаточно широкой аудитории. И спасибо вам, что подключились к фестивалю. Ну, а слушателям спасибо, что вы нас так внимательно слушали. С 29 по 3 декабря в Кирове проходит благотворительный фестиваль современной драматургии «Вымыслы». Все собранные средства будут направлены на новогодние подарки слабовидящим детям. Давайте поможем их купить. С 29 ноября по 3 декабря отправьте СМС со словом «Ребята, пробел, сумма пожертвования на номер 3443». И обязательно подтвердите платеж в ответном СМС «3443, ребята, пробел и сумма пожертвования». Продолжение следует...